Здравствуйте! Приветствую вас на своем видео канале! Многие используют контрастные процедуры, чтобы улучшить здоровье, укрепить иммунитет. Я также сторонник контрастных процедур. В том случае, если вы их правильно используете, вы к ним правильно подготовились! Многие стремятся использовать купание в проруби зимой, чтобы внезапно улучшить свое здоровье. Но! Стоит вам купаться в проруби зимой? Или не стоит купаться в проруби зимой? Определяется не вашим желанием, а вашими возможностями! Хотите вы полететь на Луну — это здорово! А вот можете вы туда полететь и вернетесь ли вы оттуда живым? Определяют совершенно иные условия, а не ваши желания! Поэтому в этом видео я — врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко! Автор десятков опубликованных научных статей! Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах! Часть из которых вы можете купить и через интернет! Рецепт в одной из них! Она так и называется! Летняя жара! Русская баня! Финская сауна! Проверяют ваш биологический возраст! Я и рассказал, как правильно купаться в этом видео! Я расскажу основные моменты! Чтобы вы знали, как правильно купаться в проруби зимой! Смотрите видео дальше! Рецепт «Как правильно купаться в проруби зимой» известен был давно! Один из источников предлагает свой вариант! Вы его знаете! Возьмем сказку народную «Конек-горбунок»! Одному из персонажей в конце сказки было предложено быстро омолодиться! Хотя он при безлом осмотре не должен был отличаться плохим здоровьем! Тем не менее он оздоровление в процедуру прошел! И результат получил! Напомню, как это было! Первый чан был с водой горячей! И всегда, когда вы занимаетесь контрастными процедурами, первично вы должны свой организм согреть! Создать запас тепла! Иначе вы получаете уже на старте процедуры безусловный вред! А выберите вы для согревания пробежку! Либо выберите просто физическую какую-то зарядку с отягощениями без! Работа мышц создает запас тепла в вашем организме! Возможно, вы зайдете в свою баню, сауну, хамам! Там также вы можете создать запас тепла! Или в самом простом варианте вы используете просто обычный горячий душ! В любом случае вы запас тепла должны вначале создать! Следующая процедура — охлаждающая! В оригинале чан был с водой, а вода была покрыта льдом! Иными словами, температура воды в чане была плюс 3-4 градуса по Цельсию! Достаточно низкая и хорошо контрастная! И реально после нагревания вы должны произвести охлаждение! Если вы бегали по берегу водоема! У вас купание в проруби зимой может состояться! Вы сняли там тепловую нагрузку! Баня, сауна, как правило, есть бассейн с холодной водой! Вы тоже можете там снять тепловую нагрузку! Если вы в любимой ванной! Вы просто добавляете себе холодной воды! И снижаете температуру воды до той, которая вам нужна! В каждом случае вы получили контраст! Вы получили знак плюс! Вернемся к сказке! Следующая процедура с нагреванием! Иными словами, чан с горячим молоком! После которого персонаж вышел омолодившимся! Что вы можете делать в тех условиях, в которых вы находитесь? Если вы на берегу водоема! Энергичное растирание! Именно энергичное! Вы должны активно двигаться! И работой мышц вновь создать запас тепла! Если вы находитесь в водоеме около бани сауны! Вы опять-таки зашли в парную! Опять себя нагрели! Если вы находитесь в любимой ванной! Вы убрали холодную воду! И у вас опять из-под крана идет горячая вода! В оригинальном рецепте процедура представлена в сокращенном виде! Что говорит нам нормальная физиология? Для того чтобы таким способом, такими контрастными процедурами тренировать свою вегетативную нервную систему! Которая, изменяя сосудистый тонус, будет управлять кровотоком под кожей! А соответственно с ним связано кровообращение и в других органах и тканях! Вам нужно пройти три подряд смены воды! Или температуры окружающей вас среды с холодной на горячую! То есть после горячего молока нужно было опять в чан с холодной водой! Дальше может быть горячая вода! Чан с холодной водой! И вот только после этого вся процедура в полном виде! Иными словами! Если вы паритесь в бане! То у вас нагревание в парной и охлаждение должны сменять друг друга три раза! В этом случае вы получаете максимальную пользу через тренировку вегетативной нервной системы! Если вы купаетесь в проруби зимой! то вы должны трижды искупаться в проруби! Перед этим согрев! Создав нагревание своего организма! Опять пойти покупаться! Религиозные источники нам то же самое говорят! Троекратное купание! Но не троекратное окунание в воде! Вы зашли в водоем, где температура достаточно низкая! И просто трижды с головой окунулись! Это неправильно! Это категорически неправильно! После того, как вы один раз зашли! Охладились! Вышли! Нагрелись! Опять охладились! И вот только после третьего выхода из холодной воды у вас реально получается тренировка сосудов! Вы реально получаете пользу! Если после этой процедуры вы чувствуете себя бодрым и здоровым! Прекрасно! Вы все сделали правильно! Правда в сказке представлен и другой результат! Многие сегодня ищут отзывы в интернете! В этой сказке все отзывы прописаны просто прекрасно! Более старшего биологического возраста! Во всяком случае по внешнему виду! Персонаж тоже попытался омолодиться таким лихим способом! И результат известен! Царь бух котел и там сварился! Почему так произошло? Конечно! В сказочных персонажах не был зарегистрирован врач! Который мог бы оценить уровень здоровья царя и сказать! Дружок! Такая контрастная процедура тебе сегодня не по силам! Ты не можешь ее выдержать! Тебе нужна другая контрастная процедура! С более низкими значениями! С меньшим размахом между горячей и холодной температурой! Вот тогда будет тоже польза! И как выбрать свою температуру? Для этого есть очень простые индикаторы! Почему так произошло? Мы можем обратиться к теории стресса Ганса с Илье! Он все прекрасно прописал! У нас есть тренирующий эо стресс! Иными словами, если возможности Вашего организма выше, чем тот фактор, который действует на Вас – чудесно! Тогда вы получаете тренировочный и его стресс! Если возможности Вашего организма выше, чем фактор, который на Вас действует – Вы получаете разрушительный дистресс! царь получил второй вариант потому как он не был готов к этой процедуре возможно он не тренировался да он сидел в тепличных условиях своего дворца а предыдущий персонаж мытарил в поисках различных приключений на свою голову поэтому здесь очень важный индикатор степень готовности прорубь не исключение если вы хотите купаться в проруби зимой вам нужно быть уверенным что вы готовы к этому купанию когда купание зимой в проруби даст вам несомненный плюс рецепт я вам уже рассказал что может получиться вы уже знаете если мы посмотрим еще одну систему которая в которой заложено купание в проруби вспомним детку порфирия иванова там также все это было прописано и если бы последователи все использовали правильно а возможно они используют правильно если бы омоложение оздоровление которое прописано в этой системе было реально сегодня с конца 70 начала 80-х годов прошлого века уже прошло около 40 лет иными словами люди которые в то время могли задуматься о своем здоровье это 40 50 60 лет обычно в этом возрасте задумываются о здоровье до этого здоровья считается хватает если мы добавим каждой цифре по 40 лет иными словами сегодня около водоемов купаться в проруби зимой должны 80 90 100 летний молодцы которые по этой системе я приобретают здоровье часть из них могла уйти путем царя а часть из них могла понимая возможности своего организма уменьшить размах температур им уже достаточно не просто купание в проруби зимой достаточно просто контрастный душ который можно регулировать температуру воды которой вы обрабатываете свой поверхность своего тела зависимости от возможности вашего организма можно уменьшить диапазон температур и получать точно такое же воздействие на свой организм тренирующие и продолжать получать здоровье сохранять здоровье укреплять иммунитет жить долго и счастливо судя потому что сегодня если вы посмотрите какой возраст во всяк случае внешне возможно выглядят молода люди почтенного возраста и вы не можете их отличить от людей молодого возраста если вы посмотрите на возрасте кто купается в проруби вы возможно увидите эту ситуацию увидите что люди более преклонного возраста скорее всего что уже видят они не могут такую достаточно интенсивную достаточно контрастную тепловую нагрузку выдержать как со знаком плюс так и минус это все равно тепловая нагрузка одна сообщает тепло а другая отнимает тепло и возможно они уже просто занимаются проводят контрастный душ по возможностям своего организма и это здорово что делать еще как правильно на мой взгляд применять тепловые нагрузки в зависимости от индивидуального состояния вашего организма вам возможно нужен нужна консультация врача чтобы определить глобально свое здоровье но есть очень простые индикаторы которые позволяют вам в домашних условиях легко и просто определить свой уровень здоровья и степень вашей готовности контрастным процедурам и стоит вам купаться в проруби зимой или не стоит вам применять купание зимой в проруби к своему организму вы узнаете прямо сейчас если вы правильно подобрали способ нагревания своего организма и температуру охлаждающей вас среды пройдя три цикла горячее нагревание охлаждение вы получаете несомненный плюс для своего здоровья иными словами ощущаете бодрость прилив сил высокую работоспособность и неизменным следствием укрепление вашего иммунитета если же вы что-то нарушили переоценили возможности своего организма по завершению полного цикла вы чувствуете усталость разбитость сонливость и соответственно ваша иммунная система будет примерно такого же качества поэтому купаться в проруби зимой или не купаться проруби зимой нужно к этому быть реально готовым очень важен способ охлаждения скорость охлаждения бы сказал самая безопасная скорость когда вы стоите под душем и просто холодной водой снимаете тепловую нагрузку значительно более жесткая процедура если вы купаетесь в бассейне с холодной водой в речке в озере и вход в воду у вас идет неправильно иными словами ход резкий этого делать ни в коем случае нельзя нужно всегда постепенно зайти в воду постепенно охлаждать свой организм и только в этом случае вы получаете пользу под кожей когда вы распарились находится примерно 30 процентов крови если человек весом 60 70 килограмм у него примерно полтора литра крови находится в сосудах кожи внезапное охлаждение спазм сосудов кожи кровь пошла в центр а сердце за одно сокращение прокачивает примерно 150 миллилитров сердце затрепыхалось у вас ощущение ух здорово класс а на самом деле ваш ангел-хранитель держит слабые места ваших сосудов и делает в это время вам не прямой массаж сердце чтобы она ни в коем случае не разорвалась меня часто приглашают в качестве эксперта на различные передачи медицинского направления я кроме того что являюсь экспертом я еще член научно-методического совета международной академии банного искусства я знаю о чем я говорю у банщиков со стажем неправильный вход в бассейн с холодной водой дает примерно 1 не вышедшего из бассейна живым на протяжении пяти лет работы когда человек не слышит специалиста банщика который говорит нужно это делать постепенно тепловую нагрузку уже снимать постепенно и просто я выдержу я здоровый ныряет водоем в лучшем случае аритмия худшем случае разрыв сердца и это нужно знать и просто правильно использовать не испытывать своего ангела-хранителя а использовать знание современной медицины для того чтобы ваше здоровье было лучше есть несколько очень простых индикаторов которые говорят подходит вам купание в проруби зимой либо вам лучше обойтись контрастным душем использовать не самую большую разницу температур в во время этой процедуры если у вас периодически по им есть холодные кисти и стопы иными словами мощности вашего сердца не хватает чтобы теплоноситель закачать на периферию и кровь по шунтам доходит до запястья и уходит центр не может теплоноситель попасть кисть не может сгореть кисть у вас холодные кисти аналогичная ситуация проходит со стопами если мощности сердца не хватает есть еще один вариант который показывает что вас слишком густая кровь если вы утром проснулись посмотрели в зеркало и видите темные круги под глазами иными словами та нагрузка которую вы дали своему организму предыдущий день она была чрезмерно организм за ночь не успел восстановиться иными словами вам не контрастными процедурами испытывать его возможности а уменьшить нагрузку в этот рабочий день и увеличить отдых после этого рабочего дня возможно и взять отгул или пойти в отпуск если темные круги под глазами вас появляются регулярно иными словами вы серьезно рискуете если при наличии густой крови либо ослабленной работе сердечной мышцы которые не способны обеспечивать кровообращение в полном объеме в вашем организме и фактически идет централизация кровообращения которая может закончиться при дополнительной стрессовой нагрузке очень неблагоприятно если вы эти признаки у вас регулярно либо периодически появляются это значит что в связи с ними у вас контрастные процедуры должны быть мягкими должны быть нежными они экстремальными чтобы через разрушительный дистресс резко или внезапно не оборвать продолжительность своей жизни если вы знаете как правильно готовиться первым уже знаете больше информации о том как правильно купаться в проруби зимой весной осенью для каждого свой период года возможно вам можно купаться в водоеме только в летний период года когда небольшой контраст между воздушными ваннами и ваннами вы водоема тоже позволяет вам регулировать сосудистый тонус и возможно этого воздействия вами достаточно не нужно достигать пределов потому что достигшие пределов часто не напишут отзывы в интернете о том что не получилось у них выдержать эту процедуру не смогли пишут отзывы экстремальных процедур как они полезны насколько это здорово для здоровья только те кто пережили и у кого запас прочности был несколько выше а я советую вам правильно использовать современную информацию доступную любому и каждому чтобы ваш уровень здоровья был только выше вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео возможно стоит подписаться на медицинский канал на котором есть и другие не менее полезные видео для вашего здоровья возможно стоит поставить лайк на это видео написать отзыв в комментариях а я подумаю какое еще видео на тему здоровье и активного долголетия написать на этом моем канале до новых встреч на моих каналах